Когда ко мне приходят родители, чьи дети с головой ушли в псевдорелигию, первый вопрос, который я задаю, когда вы в последний раз говорили своему ребенку, что вы его любите? Вместо ответа судорожные попытки вспомнить число, месяц, а иногда даже и год. Чаще слова душевной близости между родными заменяют фразы типа «я со своей матерью тоже ничем не делилась» или «я же на работе все время, нет времени на общение, зато айфон купил» или «у нас по традиции не принято разговаривать со своим ребенком, тем более говорить, что любишь его». Именно такие слова разрушают главную ограничительную черту от попадания в опасные деструктивные группы. Она строится на любви, понимании и поддержке, если речь идет о семейных отношениях. Итак, хочу предупредить об ошибках родных, близкий которых попал в деструктивную группу. Первое. Большинство из родственников уверены, что проблема решится сама с собой с течением времени. На первых этапах вовлечения становятся пассивными наблюдателями, потому что лень или некогда, потому что зато не курит и не пьет. Для центрально-азиатского региона характерна еще одна ментальная проблема. Понятие «уяд» – стыдно. Стыдно может быть перед родственниками, перед друзьями, перед коллегами, даже просто перед знакомыми. Внешнее благополучие ставится выше возможности своей временной помощи. И только когда эта игла становится настолько большой, что скрыть ее не в состоянии до жесток сена, родители начинают искать помощи. Второе. Для многих семей легче порвать отношения с адептом, нежели пытаться изменить ситуацию. Такая позиция особенно выгодна культу, в котором новичкам внушают, что сбить их с правильного пути будет пытаться шайтан, нечистые силы, в том числе и в обличии самых близких. С первым скандалом и обвинением адепта в глупости, но это самое мягкое обвинение, как правило, родственники поджигают последний мост к его свободе. Он уверен, что сопротивляется нечистым силам, а его родные в свою очередь уверены, что таким образом выглядит воспитание. Другой вариант – запереть, забрать деньги, документы до того момента пока не одумается. Сомнительная и нерабочая практика. Третье. Одним из самых распространенных заблуждений является желание семьи найти кого-то, кто очень быстро, желательно за один сеанс, вернет им здорового родственника. Так не бывает. Опыт, особенно носящий столь деструктивный характер по отношению к психике человека, никто и никогда не вырвет из памяти. Хороший специалист может научить жить с этим опытом, ведь психологические травмы – это не синяки и ссадины, они не проходят бесследно. Четвертое. Другая крайность, когда из одного культа человека ведут в другой. Например, лечат у разного рода экстрасенсов, шаманов, гадалок. Помнится случай, когда женщина изгоняла из сына Джина целый год. Когда в моем центре по реабилитации ее отправили к врачам, выяснилось, что причина неадекватного поведения – опухоль головного мозга. Молодому человеку успели сделать операцию и спасти жизнь. И, наконец, пятое. Характер отношений в семье мог быть проблемным и до увлечения радикальными идеями одного или нескольких из числа близких. Тогда для разрешения проблемы требуется не просто поддержка, а разрешение первоначальных проблем. В ряде случаев именно они толкнули человека в культ. И самое главное, что должны помнить родственники в такой ситуации – если вы хотите вывести своего близкого из культа, дома его должны ждать и любить.